Накануне наш президент Сорон Бай Джейнбеков вернулся из Китая. Как известно, на государственном уровне обсудили множество вопросов. А уже сегодня появилась информация о том, что через месяц с ответным визитом в нашу страну приедет председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Это сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана. Сорон Бай Джейнбеков пригласил председателя прямо во время их совместной встречи. Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что активные внешнеполитические отношения между Китаем и Кыргызстаном начались в прошлом году, когда состоялся первый наш государственный визит в Китай. Эти отношения не стоят на месте, а напротив стабильно развиваются, чему председатель КНР очень рад. Это послужило одной из причин тому, что Си Цзиньпин принял приглашение Сорон Бай Джейнбекова в июне посетить нашу страну. Сегодня у нашего любимого города день рождения. Как известно, Бишкеку исполняется 141 год. Без красочных представлений на главной площади столицы этот день просто невозможно представить. Сам концерт начнется в 18.00. Своими выступлениями порадуют не только отечественные звезды, но и зарубежные. Из зарубежных звезд выступит российская певица Сагдиана и узбекская группа Ялла. Помимо этого, бишкекчане и гости столицы также смогут насладиться красочным фейерверком. Такие праздники не обходятся и без перекрытых дорог. Но перекрыт будет только проспект Чуй, от бульвара Эркендик до улицы Панфилова. Концерт продлится практически до самой ночи. Однако переживать за транспорт не стоит, ведь мэрия продумала все наперед и решила эту проблему. После концерта муниципальный транспорт абсолютно бесплатно развезет горожан по домам. Он будет работать до 24.00. В последнее время в столичном муниципалитете довольно часто стала подниматься тема благоустройства города зелеными зонами. Сегодня стала известна еще одна такая новость. Еще одно общественное пространство появится на пересечении улиц Чуй и Манаса. Городские службы уже начали благоустраивать участок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. Бишкекглавархитектура разработала проект для этой скучной и пустующей площадки в центре Бишкека, где только что и происходит оживленное движение пешеходов. Планируется заменить покрытие пешеходных коммуникаций, установить уличные фонари, посадить деревья и в целом озеленить место различными цветами. И, конечно же, поставить скамейки для отдыха. Мэрия уверяет, на этом месте создадут все условия для того, чтобы захотелось там задержаться и посидеть подольше. Добавляется, что подобные места в скором времени будут созданы во всех частях города.